Продолжение следует... Возможно, нам придется переосмыслить историю Солнечной системы. Это заставит сделать уникальный анализ метеоритов, приземлившихся на Земле 470 миллионов лет назад, в Ордовикский период. Группа исследователей во главе с профессором Бергером Шмидцем работают с вымершими метеоритами. Так они называют эти материалы. Они изучают метеориты, найденные в карьерах близ шведского города Линдкопинг. Анализ одного из них привел Шмидца к предположению о том, что метеориты, которые падали во время Ордовикского периода, сильно отличались от тех, которые падают на Землю теперь. Это было подтверждено последующим анализом множества микрометеоритов, которые упали в то же время. Мы ищем иголку в стоге сена. Именно поэтому мы единственные, кто занимается такими исследованиями. Нам надо обработать тонны пород, чтобы найти нужные крупицы. Как найти иголку в стоге сена? Надо сжечь весь стог. Мы делаем примерно то же. Распускаем породу из метеорита в кислоте. Так получается отделить небольшое количество минералов, которые попали в метеорит. После растворения образцов в кислоте проводится еще целый ряд процедур, которые позволяют найти среди всей массы исследуемого материала нужные частицы и определить их внеземное происхождение. Исследованиями шведских ученых уже заинтересовались их коллеги из других стран. Ведь данные их изысканий могут стать отправной точкой для открытия какого-то масштабного явления, которое повлияло на развитие нашей Солнечной системы. Астана в авангарде широкого внедрения инноваций в столице уже появились высокотехнологичные услуги. Ескорая школа будущего сегодня, Open Wi-Fi и развитие интеллектуальной городской среды продолжается. В планах введение цифровых паспортов домов. По ним можно будет видеть историю здания, когда он был построен, когда ремонтировался, будет проводиться мониторинг энергоэффективности. Что даст столице цифровизации коммунального хозяйства? Об этом в нашем следующем сюжете. Комфорт в мелочах. В Истане стали появляться районы с самыми передовыми технологиями. Пока в пилотном режиме. Начали с правого берега. В микрорайоне Жастар будут воплощены несколько проектов по благоустройству. Появятся теплые тротуары и подогрев дорог. Уже работает автоматический сбор показаний с приборов учета. На сегодняшний день мы дистанционным сбором принимаем показания у 80% наших потребителей. Что позволяет нам экономить на трудовых ресурсах. Что у нас в штате мы имеем только двух мастеров. Это при абонентах более 10 тысяч. За внедрение ноу-хау отвечает Astana Innovations. Стравок будущего в столице создали на деньги инвесторов. При этом создание эталонного микрорайона станет стандартом для строительства других комплексов. Впрочем, некоторые столичные жители уже сейчас вовсю пользуются самыми новыми технологиями. Мы дорабатываем свой сайт, создаем личные кабинеты для потребителей, чтобы потребитель мог дистанционно, также электронно, сидя у себя на рабочем месте, дома, через наш корпоративный сайт отправлять заявки. Заявки на пересчет показаний, изменение тарифного плана, получение справок о задолженности. Чтобы повысить прозрачность деятельности КСК, придумали единую электронную систему. К ней подключены 98% всех КСК в городе. Прежде, чтобы оставить жалобу в кооператив, сначала надо было в него дозвониться. Сейчас все упростилось. Один клик и жалоба отправлена через мобильное приложение. Мы сейчас в пилотном режиме, в рамках второго этапа развития нашего проекта ЕКСК, планируем внедрение облачной бухгалтерии. По прогнозам, прозрачность при формировании квитанции уменьшит количество жалоб, а заодно штрафов за некорректное начисление платежей от контролирующих органов. У ресурсоснабжающих организаций возрастет эффективность, в итоге возникнет более четкое представление, куда инвестировать и как в дальнейшем развивать коммунальные сети. Субтитры создавал DimaTorzok